Приветствую друзья на канале Каска. В этом ролике я вам расскажу не только как повысить фпс, но также как и настроить игру для комфортного геймплея. Пройдемся по всем параметрам, звук, сенса, конфиг и так далее. Некоторые фишки я подсмотрел у других ребят, которые хорошо разбираются в игре. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Да что это такое, снова пин под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с тобой полезной информацией, как можно понизить пинг для более стабильной игры. Есть такая программка называется Gear Up Booster. Поддерживает большое количество игр. В том числе Апекс, Валоран, Побег из Таркова и даже Дота 2 с Лигой Легенд. Пользоваться ей очень просто. Выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Ищем то, что нам подходит и нажимаем подтвердить. После этого заходим в игру и наслаждаемся стабильным пингом. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к оптимизации игры. Залетаем в Apex Legends. Переходим в настройки. Начнем с первой вкладки игра. Стиль подсказок. Ставим компактный. По умолчанию занимает слишком много места. Подсказки для кнопок. Можешь включить, если хочешь. Оповещение об уроне. Для того, чтобы ничего не мешало и все было максимально чисто на твоем экране, лучше отключить. Но если это тебе не подходит, можешь поставить хотя бы на X. Но ни в коем случае не ставь X со знаком щита. Некрологи, поворот миникарты и авто смена оружия на твое усмотрение. Я оставляю включенным. Автобег. Тут лагерь поделился на два мнения. Кто-то говорит ни в коем случае. Кто-то говорит наоборот включаем. Потому что движение становится немного лучше. А зоны мертвых скольжений меньше. Но из-за автобега подготовка к выстрелу может занять больше времени. Я пока решил оставить на включенном варианте. Оповещение о получаемом уроне. Ставим 2D. Потому что не так сильно будет отвлекать. Контейнер, портреты и модификации по желанию. Но лучше отключить. Передача сведений. Будьте анонимусами. Отключайте. Показатели. Конечно, включаем. Это покажет пинг, фпс и так далее. Полезно. Прицел. Обычно рекомендую 4 основных цвета. Желтый, зеленый, голубой и фиолетовый. Можно в принципе и белый. Я пока бегаю с голубым, потому что я, а вот в лазерном прицеле я остановился на желтом. Цветовой фильтр. Тут сугубо на личных предпочтениях. Попробую побегать с каждым из них и подобрать для себя. Мне нравятся яркие цвета. Еще в Halo я оставил что-то подобное. Следующая вкладка клавиатура. Здесь коснемся только чувствительности. А назначение клавиш уже под свои удобства. Я бегаю на 2.1. Другие советуют, допустим, при 80 дпи ставить сенсу около 1.2-2.0. Многим плюс-минус должно быть комфортно. Чувствительность в АДС. Я на 0.1-0.2 каждый из прицелов решил добавить. Все остальное отключаем. Но ограничить курсор окном игры включаем. Следующую вкладку геймпад мы пропустим. На нем я не играю в шутеры, но если такие есть среди вас. Вот быстрая пикша с настройками от известных челиков. И наконец-то, зачем мы здесь с вами собрались. Вкладка видео. Режим отображения. Для Windows 10 ставим полный экран. Для Windows 11 можешь поставить в окне без рамки. Это все потому, что Windows 11 оптимизирует игру даже в окне. Плюс есть поддержка G-Sync. Поэтому тут чисто на твое усмотрение. Соотношение сторон. Многие играют 16 на 9. И в таком случае оставляем свое разрешение экрана. Понижать не стоит, потому что картинка будет мылиться. В шутерах это неприемлемо. Для слабых ПК можно сделать исключение, ведь FPS бустанется прилично. Если ты играешь в разрешение 16 на 10, рекомендую разрешение 1728 на 1080. Если играешь 4 на 3, ставим 1440 на 1080. Эти разрешения также можно создать в настройках твоей видеокарты. Яркость слегка можно приподнять до 55-60%. Это даст чуть лучше видимость в темных участках карты. Поле зрения. После кс я привыкал пару дней и не зря. 110 это лучший фоу. Можно поднять даже до 120, изменив значение в конфиге. Масштабирование поля зрения умений. Выключаем. Тряска экрана при беге. Очевидно, ставим минимально. V-Sync. Отключаем. Лишняя задержка нам не нужна. А чтобы ее понизить еще сильнее, не забудь перед игрой подключить утюг в розетку. Если что, это и правда шутка. Ни в коем случае так не делай. Nvidia Reflex. Ставим на вкл плюс буст. Это уменьшит задержку между тобой и твоей системой. Если появились фризы, поставь просто на включить. Адаптивное разрешение. Обязательно отключаем. Сглаживание. Играть без него, простите, не могу. Слишком уж в глаза кидается это мерцание. Оставляю на TS-AA. Для видеокарт серии 1060 и аналоги лучше отключить сглаживание. Качество текстур. Не особо влияет на производительность. Можешь просто выбрать по объему видеопамяти. Если поставить на нет, в таком случае будет разница. Не такая большая, да и играть не очень комфортно. Фильтрация текстур. Тут дело вкуса. Если ты не режешь глаза об текстуры, тогда ставь набелинейную. Я ставлю 8х, иногда 16х. Остальные настройки в основном будут негативно влиять на производительность твоей системы. Не все, но некоторые из них можно ставить на высоком значении. Качество рассеянного затенения. Выключаем. Кушает приличный FPS и это того не стоит. Охват теней от солнца и детализацию теней ставим на низко. Детализация теней точечная. Выключаем. Объемное освещение и тени. Тоже выключаем. Модели, эффекты, удары, физика тел ставим на низкое и выключаем. По настройкам получается как-то так. При желании можешь слегка поднять качество этих параметров. Последняя вкладка аудио. Общую громкость во многих шутерах я ставлю на 80%. В апексе можно оставить на 100%. Громкость голосового чата лучше понизить, потому что некоторые валенки играют с постоянно включенным микрофоном. Пускают слюни на свои геймпады. Лучше всего их замутить. Эффекты 100, речь 30, музыка 0, фоновый звук включить. С настройками игры мы закончили. Теперь перейдем на рабочий стол уже для оптимизации нашей системы под апекс. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Все настройки, связанные с оптимизацией системы, работают как на 10, так и на Windows 11. После настроя графики в самой игре, нажимаем пуск, пишем панель управления, электропитание, показа доп. схемы и ставим галочку на высокая производительность. Если вдруг тебе интересно, как я включил схему питания максимальная производительность, смотри ролик до конца, чуть позже покажу. Снова нажимаем поиск, пишем сохраненные игры, респаун, апекс, локал. И тут у нас есть два варианта. Заменяем параметры вручную, либо я загружу видеоконфиг к себе в телеграм. Ссылочка будет в описании. Если что, вот все параметры, можете просто скопировать. На всякий случай делаем бэкап, нажимаем pkm, копировать, куда-нибудь перекидываем наш бэкапчик, далее нажимаем pkm, копировать, pkm, вставить, заменить, открываем видеоконфиг. Если у тебя другое разрешение, можешь здесь его поменять. Далее нажимаем pkm, свойства и ставим галочку на только чтение, применить и ок. В очередной раз нажимаем поиск, пишем настройки, графики. Если у тебя Windows 11, тогда апекс автоматически добавится к нам в список. Если же нет, нам нужно будет открыть Steam, библиотека, ищем апекс, нажимаем pkm, свойства. Лично я параметры запуска не использую, но кое-что интересное оставлю, то что используют мои друзья. В описании все будет указано. Мы же переходим на установленные файлы, нажимаем обзор, копируем наш путь к приложению R5 Apex. Закрываем папку, закрываем Steam, обзор, вставляем скопированный путь, R5 Apex, приложение добавить. Если вы играете через DirtX 12, тогда добавляем приложение DirtX 12. Нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. После этого переходим на параметры графики. Если вдруг тебе доступна функция с аппаратным ускорением, тогда можешь ее включить, но только в том случае, если процессор мощнее, чем видеокарта. Если же нет, тогда отключаем, плюс если ты стримишь, то тоже галочку не включай, будут проблемы на стриме. Оптимизация для игр в оконном режиме, конечно же включаем. Нажимаем ПКМ на пуск, диспетчер, устройств, опускаемся слегка вниз и находим системные устройства. Еще раз опускаемся вниз и нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем ПКМ и отключить устройство. Следующие настроечки касаются небольшой оптимизации видеокарты. Нажимаем ПКМ на рабочем столе, панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь у нас есть два варианта. Можем сделать настройку как глобальных параметров, это будет касаться абсолютно всех игр. Либо перейти на программные настройки и сделать то, что будет касаться только Апекса. Покажу на примере глобальных параметров. Антезатропная фильтрация. Если вы ее не используете, можете отключить. Вертикальный синхроимпульс. В Апексе обычно ее отключают, поэтому тоже можете отключить. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Все остальное отключаем. Vulkan OpenGL. Выбираем цепочку буферов DX. Размер кэша шейдеров. Если у тебя большое количество памяти на диске C, тогда ставь без ограничений. Если нет, можешь поставить 10 GB. Управление электропитанием. Режим максимальной производительности. Технология монитора. Ну и если есть поддержка G-Sync, то включаешь G-Sync. И наконец фильтрация текстур. Выбираем высокая производительность. Есть еще другие настроечки для видеокарт, допустим 1060. Можете поискать их на различных форумах. Мне лично, помню, пару человек отправляли свои настройки. Они там отключали антитропную оптимизацию. Что-то еще делали, честно, уже не помню. Было давно. Некоторые из этих настройок я публиковал у себя на Boosty. Да-да, такой вот небольшой пиарчик. То, что касается видеокарты AMD. Много чего рассказать не смогу, потому что я пользуюсь только Nvidia. По крайней мере, в последнее время. Самое главное. Выбираем киберспорт. Фильтрация текстур. Производительность. Режим тесселяции. Переопределить настройки приложения. И максимальный уровень тесселяции отключить. Нажимаем поиск. Пишем параметры режима игры. Режим игры мы оставляем включенным. GameBar. Обязательно отключаем. И записи. Все, что здесь будет у тебя указано. Отключаешь и ставишь минимальное значение. Либо с помощью твиков реестра полностью снести Xbox Game Bar. Для обладателей Windows 10 рекомендую зайти в конфиденциальность. И отключить все фоновые приложения. Очень полезная фишка. На 11 винде этого нет. Увы. Конечно, можно подключать вручную некоторые приложения. Но в том-то и проблема, что некоторые. Короче, нет смысла. Все, что мы можем сделать на 11 винде. Нажать поиск. Написать. Изоляция ядра. И целостность памяти. Обязательно отключить. Наверное, ты уже обратил внимание, что у меня здесь лежит таймер резолюшн. Если будешь им пользоваться, ссылочка на официальный сайт будет в описании. Мы просто запускаем. Нажимаем максимум. Заходим в игру. И играем. Как поиграли, вышли. Просто нажимаем default. Несколько раз. На всякий случай. И close. Все. Теперь я рекомендую зайти в Apex. И посмотреть на свою производительность. Если все хорошо, тебя все устраивает плюс-минус. Дальнейшие шаги лучше всего не делать. Если же нет, тебе нужна еще выше производительность. Тогда делаем следующее. Качаем архив из моей телеги, либо моего дискорда. Перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть настройка видеокарты. То, что я показывал ранее. Очистка, твики реестра. И парочку приложений. Начнем с очистки. Делетаем файлс. Первый. Нажимаем shift, delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. И возвращаемся назад. Делетаем файлс. Второй, так сказать. Выделяем все файлы. Нажимаем shift, delete и да. То же самое. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Диск clean up. Выбираем диск C. Ок. Очистим системные файлы. Диск C снова. Ок. Ставим везде галочки и нажимаем ок. Шо это я нажал? Ух ты. Не знал, кстати. MSI mode. Нажимаем pkm. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем high. И нажимаем apply. То, что я говорил по поводу схемы питания. Максимальная производительность. Копируем команду. Нажимаем pkm. Копировать. Закрываем. pkm на пуск. Windows PowerShell администратор. Либо командная строка. Нажимаем ctrl плюс v. Если не ставится. Нажимаем просто pkm и enter. Закрываем. Открываем ярлык. Схема питания. Показать допс схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. И наконец твики реестра. Открываем папочку. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию. Я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках. Для рукастых. И красиво расписал. Делаешь как тебе больше нравится. И на всякий случай. Если вдруг ты забыл сделать бэкап файлов реестра. Каким то образом. Не знаю. Но окей. Вот. Специально для тебя есть файлики реестра. Первые 2 файла реестра. Отключают xbox.dvr. Нажимаем pkm и слияние. Game.dvr 2. То же самое. pkm. Слияние. Если вдруг у тебя нет слияния. Нажимаешь просто pkm открыть. Либо 2 раза лкм. То есть запускаешь как игру. Отключают систему pkm слияние. Сетевой троттинг pkm слияние. И системный приоритет тоже pkm и слияние. После всех этих настроек. Залетаешь в игру. И наслаждаешься. Если не высоким фпс. То по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится. До скорых встреч.